всем привет в данном обзоре расскажем покажем про целую серию мультиметров от бренда biside рассмотрим все пять моделей постараюсь дать исчерпывающий ответ на все ваши вопросы предыдущему ролику в котором обсуждали всего два прибора кому интересно оставлю ссылку для перехода модель с 10 и с 11 это один и тот же прибор абсолютно одинаковые функции разница лишь в модели с 11 встроенный литий-ионный аккумулятор а на другом размещается нормальный отсек для установки элементов питания стандарта 3 а а теперь они еще в красном цвете появились чуть больше функции и на 11 модели красном цвете аналогично черному имеет встроенный литий-ионный аккумулятор комплектация моделей с 10 простая упаковка на остальных моделях видим как все красочно ярко в такой упаковке не стыдно прекрасный кейс для хранения и транспортировки комплекте провода стандарта юсб тайп си для зарядки также шубы и руководство пользователя на английском языке судя по цветам на упаковке можно предположить что появятся и другие модели с другой расцветкой шубы неплохого качества есть изоляционные наконечники хотя разъемы этих шубов несовместимы с привычными нам приборами ну и разница в диаметре шубы изготовлены достаточно добротно коммутация токов до 10 ампер и и для понимания оценки стандартов безопасности видим маркировку категории 3 600 вольт в руководстве можем видеть основные технические параметры погрешность и допустимые отклонения измерение емкости конденсатора вход и написано от 1 нанофарада прибор спокойно измеряет и пикофарады измерение проведем далее в ролике визуально отличие также нет никаких все то же самое глянцевое покрытие прекрасное качество изготовления дисплей также абсолютно одинакового размера изготовлены по современной технологии где картинка более комфортно для восприятия глаз ну и как видим прекрасные углы обзора хотя есть незначительный переход угол при котором идет незначительное падение контраста которые свойственно для большинства жидкокристаллических монохромных дисплеев защитный чехол отсутствует у моделей с 10 и отсутствует гнездо для зарядки ну и здесь также нормальный отсек для батареек теперь более подробно сравним три прибора функциональные клавиши также расположены одинаково на всех приборах дисплей все таки очень красиво смотрится но самое главное то что эти приборы автоматически могут подбирать режим измерения особенно актуально начинающим пользователям все просто замыкаем шуты получаем прозвонку прибор все сам определяет измеряем напряжение и прибор снова в автоматическом режиме подбирает режим измерения переменного напряжения и показывает верное значение бытовой сети помимо напряжения видим еще и частоту смотрим ничего не делаем прибор снова возвращается в автоматический режим самостоятельно далее снова прикладываем щупы к батарейке тут тоже снова видим как прибор автоматически определяет что это измерение постоянного напряжения и показывает верный результат Теперь еще раз прикладываем щупы уже на резистор И снова как видим прибор определяет режим в автоматическом порядке И производит вычисления для измерения сопротивления резистора Теперь будем сравнивать функции прибора Начнем с красной модели Будем переключаться на ручной режим с помощью кнопки функция Первый режим измерения постоянного напряжения Здесь все то же самое Видим хорошее разрешение, три цифры после запятой И на первой модели здесь уже попадаем сразу в режим измерения диода Это первое основное отличие в черных моделях S10 и S11 И еще одно нажатие, переходим в режим NCV А здесь уже видим измерения переменного напряжения И тоже хорошим разрешением три цифры после запятой Здесь все так же И это дает лучшие возможности измерения и контроля напряжения Следующий шаг это диодный тест как в первых приборах Все то же самое здесь А вот здесь уже включается функция Live Интересная функция обнаружения фазы Работу которого посмотрим далее в ролике Переключаем еще раз И получаем режим измерения частоты и процентного соотношения заполнения Далее на этом приборе можем видеть интересную функцию EMF Но и в красном приборе очень полезная функция NCV Хотя такой интересной функции как у модели S20 В мультиметре такой функции никогда не помню Следующая функция это обнаружение фазы Функция Live В этом приборе смотрим все та же функция И еще здесь Ну а здесь уже исчерпан лимит функции На этих моделях хотя функции одинаковые Здесь видим дополнительная иконка Индикатор Хотя это вряд ли на что-то влияет Смотрим дальше Это уже одновременное измерение частоты и скважности Здесь также уже видим исчерпан лимит функции И получается что красная модель располагает больше функции Больше возможностей для ручного выбора режима измерения Теперь посмотрим как эти приборы измеряют переменное напряжение Обычной бытовой сети Одновременно показывает и частоту и на частоте одна цифра после запятой Здесь сразу в глаза бросается индикатор опасного высокого напряжения Своего рода предупреждение Нормальное напряжение И в разделе частота видим сразу две цифры после запятой И здесь также индикатор высокого опасного напряжения Также нормальное значение напряжения И видим частоту две цифры после запятой Прозвон здесь работает только в автоматическом подборе режима Достаточно громко В целом можете оценить прозвонку всех трёх приборов Продолжение следует... Теперь проверим как прибор справляется с измерением сопротивления Начнём с самых малых резисторов Малое сопротивление как видим не удается распознать Определяет как развод А свыше 1 Ома видим уже идёт обнаружение измерения сопротивления И на более высоких значениях сопротивления уже не дублируется прозвоном Идёт нормальное измерение сопротивления И как видно нормально измеряет вплоть до 24 мегаом На втором приборе пытается обнаружить ещё с малых сопротивлений 1 Ом почти точное измерение Дальше видим чуть меньше 5 Ом И 83 Ома без дублирования прозвона Остальные измерения тоже неплохо И тоже почти 24 мегаом сопротивления На третьем приборе измерения видим идут даже лучше чем на двух предыдущих Отлично и... Точно измеряет 5 Ом А так для этого прибора есть ограничения по номиналу И если не ошибаюсь максимум измеряет до 10 мегаом Соответственно 24 Ома он не сможет увидеть Категория безопасности абсолютно одинакова на всех трёх приборах Теперь проверим измерение постоянного напряжения Подавать питание будем с прецизионного блока питания Райгл И так как конкретно на этой модели нет возможности выбора ручного режима измерения напряжения Пытается распознать начальные милливольты постоянного напряжения Познаёт как режим прозвонки Второй раз пытается как работать в режиме измерения сопротивления Видим всё растёт и растёт сопротивление Но пока что нет индикации напряжения Видим свыше 900 Ом сопротивления На напряжении 150 милливольт 250 и даже 350 милливольт Всё равно нет реакции Растёт сопротивление уже свыше 13 мегаом И на значениях 650 милливольт прибор смотрим уже переходит в режим измерения авто То есть возвращается в первоначальный режим автоматического сканирования 800 ну и после 800 милливольт уже начинает переключаться в режим измерения постоянного напряжения Но этот режим сохраняется когда идём обратно вниз И то до 400 милливольт Так что нормально измерить милливольт с этим прибором не получится Ну а вот по точности показывает очень даже неплохие результаты Для более высокого значения напряжения Причём такая же точность сохраняется и при увеличении напряжения То есть как видим погрешность не суммируется Автодиапазон Подбор режимов Также здесь всё одинаково работает Точно так же распознаёт на более высоком значении напряжение И при возврате на нём тоже снова возвращается в авторежим В этом приборе есть возможность выбора ручного режима измерения напряжения Пробуем выставить ноль и как видим все нули Это даёт уже больше возможностей в сравнении с первыми приборами Удивительная точность для этой ценовой категории Практически каждый милливольт прецизионного блока питания точь-точь отрабатывает и на мультиметре 10 милливольт 11 милливольт это вообще прекрасный результат И ещё не менее важнее то что поднимаем напряжение И видим почти абсолютно одинаковые сходства Не знаю кто бы что бы не говорил про эти мультиметры Но как показывает прибор идеальная точность Высокая повторяемость и минимум погрешность на возрастании напряжения Этот прибор тоже самый в автоматическом подборе режима Пытается узнать какой режим Даже переключается в режим прозвонки диода Вернее теста диода И с возрастанием уже на половину вольта Спокойно определяет постоянное напряжение И при возврате назад меньше половины вольта Снова переходит в режим теста диода Теперь проверим и в ручном режиме 2 милливольта тут не удается опознать 3 милливольта уже есть Но измерение начинается с двойки на мультиметре Но при этом четко следует реакция на каждый отдельный милливольт А при увеличении напряжения Уже погрешность начинает плыть Отклонение почти на 15 милливольт Хотя видим прекрасная реакция на каждый отдельный милливольт Здесь на всех приборах задействована функция Auto Power Off То есть если не пользоваться прибором больше 5 минут Мультиметр автоматически отключается Но эту функцию мы можем отключить Для этого удерживаем кнопку на включенном приборе И как видим данный значок, данная функция исчезает Но это очень важная и полезная функция Особенно для этих красивых дисплеев Потому что это огромное потребление тока Соответственно если забыть выключить прибор То уже через пару дней А то и раньше Можно полностью опустощить емкости элементов питания И еще она на разных приборах работает по-разному Например здесь убираем автоотключение Выключаем прибор Включаем и видим Эта функция снова появляется То есть надо заново удалять Если не хотим чтобы прибор автоматически отключался Но эта функция гораздо лучше реализована в этом приборе Здесь как видим значок автоотключения нету Соответственно после включения и отключения его снова нет Качество этих мультиметров Особенно качество изготовления И качество материала В целом думаю не нужно тут лишних слов Но самое интересное Когда у людей появляются большие требования к этим приборам Особенно промышленных стандартов И надо понимать В большей степени это мультиметр Для безопасного домашнего использования В котором даже не предусмотрена работа с высокими токами И даже малыми токами Но вместо этого приборы оснащены прекрасными функциями Например такой как NCV И эта функция не муляж Она реально работает И видим насколько все четко отрабатывает Умение дистанционно обнаружить напряжение И в зависимости от дистанции Показывать разное значение поля Для этой цели конечно можно использовать отдельный прибор Но хорошо когда есть все в одном А вот искать в стене провод с такими приборами И не только с такими Это затея не самая лучшая Потому что на дистанционное обнаружение поля Влияет очень много факторов Качество, глубина Материал из которого изготовлена стена Материал покрытия Экранирование провода И возможность поглощения поля И так далее Поэтому надо быть очень осторожным При работе с высоким напряжением Ну а то что эта функция работает прекрасно Вы можете убедиться сами И даже как видим спокойно улавливает даже постоянное напряжение Скорее прибор видит очень мелкие импульсы переменки Даже настолько мелкие которые присутствуют и в постоянных напряжениях Такие же прекрасные результаты и на черной модели И вместо NCV в 20 модели есть такая интересная функция Которая позволяет обнаружить вокруг нас невидимое излучение И если удается обнаружить соответственно хоть какая-то гарантия безопасности И своего рода домашний инспектор Смотрим как меняется уровень при приближении к источнику питания И даже на зарядном блоке питания Видим есть небольшой радиус излучения Если верить прибору Осциллограф Райгл Как видим практически ничего не излучает Поскольку это не генератор А скорее как приемник Излучение на современных мониторах Как видим практически как таковой Нет мизерное И то на расстоянии пару сантиметров Ну и даже вот такая качественная лампа Новый Экологс Она также создает небольшое излучение И то при При небольшом расстоянии от самой лампы На других приборах также видим реакцию А вот классическая духовка Где печем хлеб Тут как видим на резистивную нагрузку Снова нет реакции прибора И значит соответственно отсутствует и вредное излучение Плита также резистивная нагрузка Снова все видим тишина И сигналов больше издаются на самом термостате Блоке управления Еще одна очень полезная функция Фонарик включается коротким нажатием Яркость конечно не супер ярко Но для основной задачи думаю что вполне достаточно На этом приборе нажатие кнопки фонарика Включает функцию hold Удержание показания А вот если эту кнопку удерживать Пару секунд нажатой То снова включается функция фонарика А на черных приборах Если удерживать кнопку Видим как градус цельсия Меняется на градус фаренгейта И для того чтобы точно так же Поменять градусы цельсия На фаренгейты В красном приборе Удерживаем кнопку функции В режиме измерения теста диода Смотрим сперва напряжение на шутках Отличное значение Больше 3 вольт На втором приборе Почти такое же А вот на третьем К сожалению 2,5 вольта Проверяем работу Зажигание светодиодов Все отлично Отлично зажигает все цвета При этом на всех есть индикация падения Модель 20 Также зажигает все светодиоды Но при этом не на всех Есть индикация падения напряжения И на 11 модели Точно так же как и на 10 моделях Все прекрасно зажигается Ну и отлично отражает падение Смотрим так же проверку диода Здесь так же быстрые измерения Функция обнаружения фазы С помощью одного шуба Видно как определяет наличие фазы Ну или отсутствие Отлично распознает и на этом приборе Ну и 20 модель Тоже отлично идет Определение фазы Подробно проведем измерения И конденсаторов Разного номинала Для начала будем измерять Нанофарады Как видим Отличная повторяемость Видим измерение одного нанофарада Но что интересно Это возможность измерения пика фарадов Хотя про это и не указано В руководстве пользователя И как видим Измеряет даже малые емкости пика фарадов На втором приборе Строго стоят все нули Такое ощущение Что искусственно Занизили показания Чтобы более точно Отражать измерения И на самом деле Это так Как видим Емкость уже Меньше 100 нанофарад Но что касается Очень малых Пика фарадов Емкости Тут он К сожалению Не видит На третьем приборе Уже даже Всего одна цифра После запятой На измерении емкости Видим 100 пика фарад Измеряет И 1 нанофарад Этот прибор Уже не способен Измерить Теперь Пробуем измерить Конденсаторы Большей емкости Измеряет Конечно Не так быстро 12 милифарад Отличный результат Ну и Самый большой 22 милифарада Тоже Все отлично Измеряет На красном Приборе Также Идет нормальное Измерение Идет нормальное Измерение Но показания На высоких Номиналах Становится Еще больше То есть Чуть-чуть Завышает И на третьем Приборе Также Смотрим Хотя Достаточно Долго Измеряет Но Показания Неплохие 12 милифарад Не получается Измерить Скорее всего Тут Ограничение В 10 милифарад Теперь Приборы Попробуем В работе С Трюер МС И эти Мультиметры При правильной Синусоиде Умеют Неплохо Читать Частоту Но Чтобы добиться Измерения Более Высокой Частоты Требуется Создать Более Высокую Амплитуду А что Касается Истинных Миллифольтов На примере Генератора От бренда Юнит Здесь Как видим Переменное Напряжение В 50 милифольт Неплохо Отражает Амплитуде 20 вольт При форме Сигнала Синусоида Показывает Точное Значение 1 мегагерц Хотя В инструкции Потолок 60 кГц Получается Что Частоту Можете Измерять Более 16 раз Но При этом Напряжение Падает Почти До нуля У этой Модели Самые Скромные Показатели Измерения Частоты Это Всего 1 кГц И Тоже Согласно Инструкции На этой Модели Чуть Сложнее Идет Обнаружение Малых Частот Из-за Отсутствия Выбора Ручного Режима Измерения Переменного Напряжения Но Если Есть Хорошая Амплитуда Можем Получить Более Высокие Значения Измерения Частоты Видим Нормальное Измерение Более 1 кГц И Даже Более 7 кГц А все Что дальше Уже Не хватает Амплитуды И Мультиметр Начинает Непонятно Переключаться В поиске Режима Еще Такой Момент Из-за Отсутствия Ручного Режима Прибор Не может Обнаружить Малые Милливольт Амплитуды Теперь Для проверки Точности Будем Создавать Примерное Вот такое Значение Напряжения Чтобы На выходе Получить Более Менее Круглые 5 вольт Истинного Значения Напряжения И Как видим Прибор Пытается Все То же Самое Повторить Но При Измерении Формы Сигнала На Меандр Идет Завышение По Напряжению По Иде Откуда Браться Здесь Лишнему Напряжению Непонятно На Форме Сигнала Треугольник То Здесь Уже Видим Неплохие Значения Измерения Аналогичные Более Профессиональному Мультиметру От Бренда Юнит Сейчас Пробуем Поднимать Частоту И Наблюдаем За Напряжением Получается Чем Больше Поднимаем Частоту Напряжение Выравнивается К более Истинному Значению И Как Видно Ровно 5 Вольт При Частоте 800 Герц Все Как На Примере Осциллографа И На Этой Частоте Меандр Также Выдает Более Правильное Значение Напряжение Напряжение Пила Также Нормально Теперь Проверим Истинное Трио РМС Будем Поднимать Частоту И Как Видим Прекрасный Результат Даже В 2 Килогерца Сохраняется Примерно 5 Вольт Напряжение Ну А Дальше С возрастанием Частоты Уже Не Хватает Амплитуды Естественно Падает Напряжение И На 2 Килогерц Смотрим Также Неплохо Показывают Результат Форма Сигнала Меандр И Пила На Красных Моделях Все Также Одинаково Неплохо Измеряется Вплоть До 2 Килогерц Почти Похожие Показания По Всем Параметрам Хотя Чуть Чуть Видим Показания Ниже Значением От Истинного Но Это При 2 Килогерц И Относительно Невысокой Амплитуде На Этом Приборе Также Видим На 1 Килогерц Показывает Идеальный Результат На Обычной Частоте Бытовой Примерно 5 Вольт И На Казание 1 Килогерц Результат Форма Сигнала Меандр И Пила Амплитуды Приборе Также Видим На Обычной Частоте Бытовой Отличный Результат Примерно 5 Вольт На Частоте 100 200 Также Отличный Результат И На Крайние Показания 1 Килогерц Видим Незначительное Снижение Значения Амплитуды Но Если Сравнивать С Более Дорогими Приборами То Очень Даже Неплохой Результат Спасибо За Просмотр